Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Марафоны вместе победим! И сейчас с нами, почётный гражданин государства Израиля, всемирно известный пианист Евгений Кисин. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Эти тяжелейшие времена для нашего народа, как вы их проходите? Что вы чувствуете сегодня, когда обливается наше сердце кровью? Моё сердце также обливается кровью. Делаю всё, что могу. Моя жена помогла мне найти сайт, на который можно слать деньги Сахалу. И я практически каждый день сейчас это делаю. Спасибо вам за это. Вы... да, ещё вы. Увы, не знаю, что могу делать ещё. Воевать я не квалифицирован. Вы сегодня для нас являетесь... Вы являетесь большой личностью в мире сегодня. Насколько сегодня, когда столько идёт, даже сейчас, когда идёт на Израиль, на самых жестоких когда-либо атак, когда столько невинных погибают, насколько вы сегодня, ваши поклонники в прессе, вы общаетесь из антисемитских нападений? Как вы сегодня можете миру очень много донести правды, что происходит? Расскажите, пожалуйста. Ну, я общаюсь со своими друзьями, которые прекрасно знают, что происходит. Я в данном случае, разумеется, имею в виду друзей не евреев. Они прекрасно знают, что происходит, и пишут мне очень трогательные письма, сочувствия и всяческой поддержки. Я, кстати, пару дней назад записал видеообращение и выставил его в Фейсбуке. О войне. Да-да-да. О происходящем. И очень многие люди, в том числе и мои друзья, откликнулись. Ну, мне, в принципе, неудобно такие слова о самом себе говорить, но в данном случае, может быть, уместно было бы сказать правду, что с восторгом откликнулись. Опять-таки я имею в виду своих друзей самых разных национальностей. Причем сделал я это в Берлине. У меня как раз там были три концерта подряд с Берлинским фармоническим оркестром. И вот после самого последнего из них, когда и оркестр, и слушатели ушли из зала, мы с моей женой попросили разрешения зайти на несколько минут на сцену, чтобы сделать там видеозапись. Нам разрешили, и моя жена записала мое обращение на айфон. И я сказал, что вот я сейчас нахожусь в Берлине, и у меня только что был здесь концерт в Берлинской филармонии, и каждый раз, когда я приезжаю в этот город, выхожу на сцену этого зала, и берлинская публика меня тепло приветствует, каждый раз я думаю, ну что, Адольф, где ты? И где мы? Где я? Да, конечно, тебе удалось забрать с собой треть нашего народа, и тем не менее мы живы и будем жить. Мы продолжаем делать великие научные открытия на благо всего человечества, мы продолжаем исполнять прекрасную музыку и так далее. Вот в таком духе. Продолжаем учить стогу вместе, и ам, исраэль хай, действительно так. Я так и сказал, точнее я сказал, исраэль хай век аям. Израэль, амин. Спасибо вам действительно за эти слова и за вашу поддержку. Сегодня ваши слова очень важны в мире. Я думаю, что каждый из нас, кто может сегодня выступить, сказать правду, она очень важна, не заикаясь. Это очень важно. И Евгений, я знаю, что вы всегда выступаете за Израиль, всегда гордый сын своего народа, и вам спасибо за это. И я хочу вспомнить ваши стихи. Вы прекрасны, пишете стихи на идущи. Спасибо. Если вы могли бы прочитать нам один бы стих ваш на идущи и перевести его, буду очень благодарен. Я прочитаю вам одно свое стихотворение, которое называется «Урби а торби», то есть «Городу и миру» по-латыни. И, кстати, написал я его несколько лет назад, когда Хамас в очередной раз напал на Израиль, а я в это время был на фестивале в Берге, в прекрасной Швейцарии. И играл там концерты, должен был играть. Был далеко от своей страны, от нашего народа. Мне было на душе нелегко из-за этого. И я написал такие вот стихи. Надеюсь, что вспомню их сейчас наизусть. Я вообще свои собственные стихи на Иисус не заучиваю. Гораздо больше люблю заучивать на Иисус стихи других, настоящих поэтов. Но, кажется, это стихотворение я помню. Сейчас попробую его прочитать. И потом дословно. Вести. Итак, «Урби а торби». Штолц из майн гайст, Штрейнг майн гешталт, Йоргундер 37 бинаут. Вон уралтер Zeit, Вон хэт weiter weit, Кумихон. Интер мир seinen Урун Хеврон, Бершеве, Харан, Пнеел и Митзраим, Гермидбер, Йерихе и Йерушолайм. Ву и венг солмит sein, Ин глик ци ин пайн, Ин фрейд ци ин зорн, Хлэб, унэйбик хвэллэбм мимэйле. Ин майн харц брант кэсэдэр, Дарфлам фунэмдорн, Ин майн зэлсим бихарфэ, Фун Довид хамэлэх. И шоўмрим мит мир томит сэйнен, Ди ойсиес фиртантикэ мэйне, Виа фаярсайл из јдер ос, Ин дам фэлтисшен Митберуннахт. Ци з майн лэбм анеибгэ шлэхт, Ун мир зисэнц майн биттерер коз. Х бин айид, Унэн оттернэдий шаршо, Ци гэфэлт до сайх хэрн ци нид. Их бин до. Теперь попробую сделать на ходу подстрочный перевод. Горд мой дух, суров мой облик, Мне тридцать семь веков, Из древних времён Издалека я пришёл. За мной Ур и Хеврон, Иер-Шэва, Харан, Книэл и Египет, Устыня, Иерихон и Иерусалим. Где и когда бы я ни был, В счастье Или в муке, В радости или в гневе, Я живу И всё равно буду жить вечно. В моём сердце постоянно Горит Пламя тернового куста. В моей душе Поёт арфа царя Давида. Как стражи со мной всегда Мои Четырёхгранные буквы. Каждая буква, Как огненный столб В мирской пустыне и ночи. Чьих Моя жизнь Это вечная борьба И сладка мне Моя горькая чаша. Я еврей И в этой пророческой час Нравится вам это, господа, Или нет, Я здесь. Амин. Браво, браво за эти слова. Спасибо огромной Евгении. Действительно, Ам, Исраэль, Хай. Как писал Мактвен, Мы древние народы Канули вечность, Греки, Римляне, Вавилоняне, Но еврейский народ вечный. С нами Всевышний, С нами Творец, И мы вместе, И мы победим. Конечно, победим. Дай только Бог, Чтобы С как можно меньшим Числом жертв Их уже и так Очень и очень много. Их слишком много. И мы молимся вместе, И мы стараемся Кажется взять на себя Доброе Деяние, Митцвот, И вместе молиться, Чтобы это все прекратилось, И чтобы мы победили Уже вскоре. Спасибо огромное Вам, Евгений, За то, что вы с нами, То, что мы вместе, И мы победим. Мы будем вместе. Амин. Спасибо. С нами был Всемирно известный пианист, Почетный гражданин Израиля, Евгений Кисин. Спасибо. Спасибо.